здравствуйте дорогие подписчики моего youtube канала с вами константин сегодня у нас первый взгляд на игру dark souls 2 scholar of the first scene собственно говоря мы с вами уже прошли dark souls 2 когда он только вышел на playstation 3 мы его проходили но я не проходил вот эти три дополнения которые выходили после чего я ждал когда выйдет какая-нибудь версия dark souls соответственно со всеми тремя дополнениями но даже оказалось все намного лучше у нас вышла версия она вышла уже наверное с месяца полтора назад я в нее не играл потому что выходил соответственно bloodborne в то же самое время сами понимаете вот вышла версия мало того что она была со всеми дополнениями так она еще была улучшена графически то есть здесь идет 60 кадров в секунду я надеюсь у меня у вас с youtube будет показывать при 60 кадров я по крайней мере очень постараюсь сделать чтобы у вас именно так отображалась ну если нет значит извините я старался вот и первый взгляд соответственно давайте сделаем я уже немножко побегал и здесь не просто дополнение все включены и изменена графика здесь также изменен весь мир изменен в каком плане здесь изменено расположение всех ну не всех ладно большинство противников есть очень много новых противников расположенных здесь ну как реально именно порядок расположения противников изменился ловушки появились кое каких местах я вот приятно побегал сейчас минут двадцать тридцать и мне очень понравилось то есть я сейчас вот вам покажу давайте побегаем сколько успеем посмотрим то есть и очень хочется вообще пройти все вот эти дополнения потому что говорят они были очень здоровски вот я сразу создал персонажа создал воина то есть я не стал показывать вам процесс создания потому что он вообще ничем не изменился но надо думать вот дополнение все были очень здоровски и очень хочется их пройти соответственно чтобы их пройти нужно сначала просто просто попроходить сам dark souls 2 но опять же в измененном виде в улучшенный граф с улучшенным графоном это будет прям здорово так что фанаты dark souls блудборна я вас поздравляю с выходом такой клёвой версии прохожу кстати и на пк вот потому что от версии на playstation 4 она ничем не отличается вот она пока можно было и купить или реально просто апгрейдив ее в стиме итак давай сейчас сделаем соответственно да 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 я тебя понял девушка я тебя понял итак здесь у нас как обычно нужно кузнецу принести ключ чтобы мы могли чинить оружие у нас самом начале вообще только сломанный меч что печально вот нам нужно по быстрому обзавестись каким-то оружием иначе мы будем очень долго кого-либо поверять здесь так самоцвет жизни давайте сейчас пробежимся здесь по-быстрому так здесь у нас осколок фляги там у нас ничего такого нету так здесь в магазинчик надо забежать с этим разговаривать я не буду потому что один фиг душ у меня никаких нету а вот здесь у нас лежит сундук осколок титанит вот эта вещь нужна это для апгрейда оружие нам понадобится я честно уже немножко подзабыл здесь так большую часть процесс то есть сначала то я еще помню там первые несколько боссов а потом все будет так уже довольно таки туманно потому что я проходил игру довольно давненько и больше года назад год и два год и три месяца вот так давайте подойдем девушки она соответственно сейчас улучшит аз да 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 я тебя понял да улучшить флягу потому что мы нашли с вами осколок все руками помахал перед ней и нормально так давайте сейчас поставим его сюда вот здесь давайте поговорим с вот этим вот мужчиной который де сидит он нам в принципе позволит поступить в ковенант мы все собственно говоря уже проходили все уже грубо говоря читали так что я сейчас не буду обращать внимание непосредственно на весь этот процесс который происходит и так давай 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 уже скажи что да хочу вступить вот нормально о синий перстень мудрые решения да 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 все и так давайте у нас тут есть теперь у нас вообще два кольца вот увеличивать здоровье а другой что делает тоже увеличивать немного здоровье все здорово у нас с вами теперь увеличено здоровье и так ну что пошли собственно говоря сейчас вы будете наблюдать уже первые какие-то изменения буквально с первых врагов которые тут будут появляться вот это особенно будет интересно для тех кто действительно проходил dark souls потому что честно мне показалось что вот теперешная версия она стала сложнее для них потому что ну идешь такой по коридору думаешь что вот я знаю что сейчас вот здесь вывалится два врага заходишь а там один враг все такое подходишь а там тут же из коробок а тут вываливаются еще шесть и ты такой что и огребаешь подходишь к сундуку полностью уверенным что там сейчас будет какая-то клевая плюшка открываешь его а там ловушка которая тебя тут же убивает такой опять что ну и так далее вот чем она интересна ну и плюс конечно же вот эти все дополнения прям очень хочется проходить графика действительно стала очень приятной по сравнению с playstation 3 я знаю что она на пк в принципе выходил уже примерно в то есть таким же графоном ну может быть немножко не таким но все-таки вот а я на пока до этого не играл сейчас вот прям очень и очень заметен графом вы смотрите кто здесь с самого начала на стыд типу шанзи это прям пусть не очень необычно так пусть 10 и есть у нас что-то сможем про это там а там помню чунито ладно его мы трогать не будем у нас вообще с вами сломанный меч который урон так как от кого-то и не наносит пусть а вот так вот я не увидел откуда он прибежал вообще хорошо так ладно вон меня уже встретил надо сейчас привыкнуть опять да что ты держи щит держу о нормально нет не попал я забываю что пока противник не стал здесь его по-прежнему бить нельзя отличие от блудборна блудборне кстати по-моему можно так ты иди сюда чуть подальше будет заметно что в игре очень много раскидали в других местах оружие то есть оружие вначале будешь находить довольно таки много что тоже круто всякие вот эти вот осколки эстуса тоже будут другом месте лежать то есть это фактически ну есть повод переиграть игру так давай ты иди сюда нас оружием сейчас траблы так что мы будем у меня там что-то воткнул стрела после блудборна реально надо привыкать заново ну реально сейчас вот побегать немножко и все я тут же освоюсь блин я буду умирать этот я думаю сейчас будет тоже нормально потому что реально непривычно вот да что ты будешь делать так мужчина спокойно блин когда такой обрубок это очень напрягает так давайте с вами вот один самоцвет заюзаем и вот этого уберем блин как ты меня напрягаешь я привык что ваши выстрелы всегда слышны этот слуха тихонько стоит там тихо 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 я что-то про тебя забыл или тебя тут не было не знаю ладно так давайте подбирать все с них нам бы оружие новое так там вон что-то лежит эта игра действительно принесет очень массу сюрпризов фанатам соулса первую часть так переделали вообще был цены бы не было чтобы графончик потянули и изменили в том плане как изменили вот эту часть я бы тоже с удовольствием переиграл и думаю вы бы тоже по крайней мере многие вот здесь у нас раньше сидел белый рыцарь а теперь здесь огромная толпа вот этих вот валяется то есть они реально все живые не все живые сейчас надо очень аккуратненько их так будет так и сейчас прям по очереди потихонечку зарубим нормально ты вставай тихо 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 вообще вот эти вот медлительные в принципе без оружия так что особо опасности не представлять только толпой раньше там был лучник а теперь здесь вот этот вот дядька который кидается гранатами что опасней в какой-то момент становится нуга тихо тихо щит у нас так для вида так что мяч пехотинцы ура я играю воином смотри как прессы в резво встают а вообще прям аж страшно становится что он сейчас все меч у меня уже сломался уже сломался меч он без того сломан и все теперь даже я не смогу просто так драться опять сломанный меч дали под названием тютелька в тютельку дойти было сюда а это что такое зеленый цветок так давайте с оружием разберемся так ты у нас один фиг сломался меч пехотинца нормально ты у нас еще давай тебя я напомню что чинить оружие мы не можем пока не найдем ключ эээ от кузницы кузнеца потому что нам нужно дойти до бабульки тихо так сейчас здесь зачистим тоже вот эти все ребята это у нас насколько я знаю да о какой меч хороший смотри как в сравнении с тем фуфлом который был у меня и надеюсь он так быстро не сломается во два удара и почти мертв на третье уже добивается прям зато душно собираем тоже неплохо так тут что еще один сломанный меч нам этих сломанных мечей надавали специально на случай если мы здесь будем часто ломать оружие единственное что конечно же оружие чинится если мы подходим костру до того как оно полностью сломается это я все помню я думаю здесь это все продолжит существовать погибло у пехотинца хорошо фигурка ой 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 я не думаю что дотянешься так сейчас надо будет наверх бегать там по моему что то у нас лежало я не помню что но что то лежало офигеть у меня уже половины меча почти нету обалдеть это плохо уже лезет раньше не было нормально так давайте-ка один самоцветик заюзаем я когда совсем недавно когда вышло вот это обновление все владельцы пластейшеновский версии для пластейшена 3 получили бесплатное обновление на что-то там почти 3 гига я все пытался понять что это обновление делает я толком так и не смог понять и ни в интернете нигде типа какие-то изменения такие же как вот в этом вот скаляров the first scene ну я там ничего такого не нашел и я ради интереса пробежал так и вот здесь вот я реально просто пробежал тихо наверное до первых двух боссов я прям не умираю просто пробежал прям так тихо ай-яй-яй я забыл как прыгать ой а где ты фига раньше здесь не было ступеньки или я просто не помню так а как прыгать то нет слушай я забыл как прыгать нет нет все вспомнил очень неудобно нажатием на стик ладно еще раз сейчас забежим туда я что-то прям после блудборна не могу привыкнуть к этому прыгать нажатием на стик при том что ты стиком одновременно еще вперед нажимаешь я сейчас чувствую опять упаду еще не с первого раза получится надеюсь я не разобьюсь не нормально в принципе может привыкнуть сейчас опять так что лежит короткий меч ооо короткий меч смотри какая вещь так смотрим короткий меч можно надеть что по так соответственно ну этот куда медленнее ломается ну ладно пока с этим пойдем мечом вроде неплохой кстати тут ступенька была давайте на нее наверное и опустимся где то она тут вот прям и опа и опа вот нормально просто время сократить итак ну что побежали дальше так здесь у нас ребят стоят привет ребят здесь у нас да товарищ так и стоит да что ты так давайте-ка сюда отойдем секунду я просто хочу сразу поставить короткий меч когда у меня это сломается чтобы я сразу перехватил оружие так опа сюда ко мне тут об стену лучше мечом не бить сломается мгновенно о нормально хорошо так тут ого никого о да я знаю что под угрозой поломки давайте все возьмем теперь вот этот у него ворон поменьше но он так быстро не сломается деревянные болты получили здесь вроде больше ничего такого нет так опа тихо тут ты резко выбежал там еще кто-то нормально есть раньше он здесь был один вот этих ящиков здесь не было то есть если бы я сейчас просто туда вбежал бы он бы меня сзади упорол бы а этот рыцарь бы на меня спереди налетел ну я что-то привык в таких игроках не торопиться вперед сломя голову так лучник никуда не делся наверху там тоже с бомбежками стоит мне по-моему даже кинуть то в него нечем ну кинжальчик есть какой-то ну-ка на тебе ну иди сюда иди-иди сюда да нафиг ты мне нужен тихо тихо нормально так все от него избавились так тихо эй эх нифига лусник там тебя не было раньше дядяка я помню что тебя там не было я тут эту вот эту территорию я помню так вот тут раньше кто-то был но что-то почему-то его сейчас тут нет баклер это такой фуфлыжный щиток чисто для разбойников для другого в принципе он особо не годится смотрясь в жизни погнали пока нам там стрелу в поп не дали вот эти эффект смотрите он летающий вот эти вот пепел летающий тоже довольно красиво смотрится этого тоже не было эффекта так можно еще в принципе он туда спрыгнуть там побегать ну там довольно таки замкнутая территория это я думаю в принципе можно потом хотя там кстати огненный меч валяется ну по крайней мере раньше он там валялся сейчас не знаю о слушай а ты раньше лежал извините я буду часто повторять такие вещи которые раньше были но чисто то что я помню еще пока что все что еще свежо в памяти новская урна это по-моему что-то из разряда гранат было ну да ладно мы сейчас не за этим здесь так неплохо и так костерчик костерчик это хорошо все давайте теперь нам нужно что да нам нужно сейчас вот этой бабусе купить соответственно ключик за тысячу душонок во нормально так взрывается наносит уже нагнем вот эту вот одну надо купить так ну заклинание не буду я на этот раз магом не играю на самом деле у меня вообще опыт игры магом очень небольшой я немного играл dark souls 2 вот это было довольно таки не очень но все таки так давайте смотаемся кузнецу откроем дверку здесь конечно сейчас все возродятся но это уже ладно чертим вот был бы интерес конечно до первого босса добежать я не знаю насколько сейчас успеем прям итак новый уровень что там стоит получить 900 не годится у меня столько нет не у меня может быть кстати души есть ну да есть в принципе один уровень можно поднять ну ладно пускай думаю что сейчас критично да да я тебя понял все открываемся дверь хорошо короткий лук так лук конечно вещь хорошая но необязательная так что по поводу меча кстати говоря раз уж мы сюда добрались можно попробовать это починить ну действительно что у него 20 но вы купить довольно таки дорого ладно леший с ним пошли так нам нужно вот сюда в главную башню хорошо так ну что сбегать туда вниз посмотреть что там там был какой то очень хороший меч раньше не сказать что эта ошибка прямо обязательно нужно просто разве что интересно ладно пойдем здесь здесь сначала походим здесь кстати теперь они полноценно сделали темноту то есть в темноте нужен нормальный факел не так как это было на playstation 3 когда это только все планировалось но ни шиша не сделалось так ты я знаю что ты притворяешься тихо тихо так вот а вон он идет так нормально так нам насколько я помню вот сюда здесь у нас все дверки закрыты так ты хватит притворяться душа пропавшего мертвеца нет душу надо собирать это всегда соответственно не хочется сильно задерживаться конечно на простых каких-то местах но дело в том что для нормальной прокачки все таки хочется осмотреть все места потому что здесь и предметы могут новые теперь и все такое прочее так ладно сейчас мы здесь пока забегать вот направо вот в этот загаулок весь не будем здесь сначала сейчас нам побродить так охо ох охьо смотрите кто здесь тебя тут не было а ты брат братью не очень проблем так ну иди сюда давай Эх его на мать ю нифига себе ох ёпу на мать, вот это я еле выдержал тихо нормально я что-то даже не ожидал такого, так у меня тут были гранаты мне сейчас нужна одна, да, огненная бомба не, сначала всё-таки самоцвет мы здесь оставим о, ты а, чёрт с тобой так, здесь у нас будет, само собой, преследователь я думаю, его они никуда не дели ну да, вон он, не-не-не-не я знаю, что с ним можешь сейчас подраться но, на самом деле не при моём сейчасном уровне о, эх это ты спустился снизу, что ли? нет, слушай, это какой-то другой его тут не было откуда он ушёл, пришёл у того жизни было мало преследователь, ты всё, ушёл? ага, ушёл так, ну что, смотрим, что здесь ой-ёй-ёй, раз ага, вот я сейчас с преследователем бы здесь кувыркался бы преследователей ещё трое тихо-тихо-тихо ребят, 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 ребят вы спокойны ой-ёй-ёй тихо-тихо-тихо тихо-тихо, ты меня ещё убей, давай во, хорошо лечимся так, подбираем тут кучу всего интересного доспех полусолдата факел факел, это вещь, по-моему, очень даже неплохая насколько я помню это как раз нужно, чтобы в темноте нормально проходить о, осколок с эстусом здесь откуда он тут? его раньше здесь жизни не было так, тихо нормально порошок для починки огненная бомба вот, огненная бомба блин, если я знал, я бы её не покупал на всякий случай взял я, насколько помню, здесь по старой памяти у нас было сокращение и вот, можно открыть только одним способом ну, есть, грубо говоря, 2-3 способа но остальные все не для нас вот эти бочки, что слева их надо взорвать, и тогда мы откроем сокращение можно было попытаться согреть огненного мужика в смысле, с бомбочками, чтобы он кинул сюда бомбу но, опять же, это работает всё очень криво ну, под названием, как повезёт потому что он частенько сюда уже не кидал так, вот здесь тоже ты тихо, тихо, спокойно да что ты, блин, вот ладно, нормально так, просто ударить эти бочки нельзя они тогда сломаются и больше тут этого не будет вернее, ну потом, может, появится, когда вот чего я и добивался вот у нас, пожалуйста, теперь у нас есть сокращение костру 2100 душ это хорошо вот теперь можно, кстати, исходить туда вниз интересно, что такое количество душ, конечно, тратить не очень хочется ладно, давайте здесь пройдём сейчас так у, там бочки там мужик сидит с ловушкой здесь ловушка с арбалетами это я тоже всё помню опа нормально сейчас ещё ребят побегут привет, ребят тихо, тихо, тихо ну что, что вы делаете тихо тихо блин, вы какие-то напряжные тихо, 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 тихо что-то самоцветом я чувствую, здесь не обойдусь назад хорош сейчас наберётся Да как ты меня достал-то, а? Назад. Еще самоцветик. Есть. Есть. Хорошо. Раскидали. Так. Что у нас тут? Большая стрела души. Это магия. Она нам пока не нужна. Большой синдивенный щит. Вот это уже интересно посмотреть. Может быть, будет получше моего. Так. Что у меня за щит? 85% урона. Фуфлоу я подобрал. Мой даже будет получше. При том, что мой, честно, так себе. Так. Там вроде ничего. Здесь у нас... Да. Один ящик. Если бы мы за 4000 душ, по-моему, купили бабульке здесь ключ. Вот этот вот. Не помню, как называется. Так. Здесь у нас, по-моему, ловушка. Ну, по крайней мере, тихо. Ох, арбалет. Сколок титанита. Вот это хорошо. У нас их теперь два. Как раз для прокачки их хватит. Здесь можно пройти? А нихрена. Санкт-петербург тоже не пройти. Ладно. Так, ну что. Нам бы сейчас пару сокращений бы открыть. Было бы очень неплохо. Точнее сказать, хотя бы еще одно. Здесь вот мужичок. По-моему, с ним надо поговорить. Насколько я помню. Он, по-моему, должен был дать нам мелок. Может быть, не сейчас. Может быть, потом даст. Не знаю. Ладно. О, там что-то лежит. А я это чуть не пропустил. Так, здесь у нас взорвали. Делен цветок. Хорошо. Так. Ага, вы наверху лучники, да? Или нет? Нет, вы бомбежники. Офигеть. Ну вас нахер. Извиняюсь. Так, ты. Ну, 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 ну. Одного удара тебе не хватило, чтобы ты слег. Взял мне жизнь и поснимал. Так, лестница наверх. Так, тут у меня еще парочка ребят. Нормально. Не-не-не. Блин, все равно задел. Я прыгнул. Все равно задел меня. Так, нет, наверх я не пойду. Это к тем ребятам. То есть, там, это я просто здесь потом спрыгну. И то же самое меня ждет. Самоцвет. Сюда. Идем. Ходи сюда. Куда не ходи. Так, здесь раньше была вот такая же черепаха с дубиной. Но что-то сейчас я здесь не наблюдаю. Так. Самоцвет. Еще один. И косточка возвращения. Косточка возвращения, это, конечно, хорошо. Я не спорю. Тихо, 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 тихо. Не-не-не-не-не, так тоже не пойдет. Давай, отойдем. Да что вы какие-то напряженные. Во. О. Хороший удар. Хороший выпад. Интересный меч. Так, что у нас тут? Ничего хорошего. Так, сюда. Это, чтобы открыть сокращение. Там что у нас? О, черепаха. Вот я сейчас бы здесь что-то взял. Тихо, тихо, тихо. Нет, нет, я забыл, что тут пятиться нельзя, не помогает. Здесь надо именно откатываться. Откатывайся. Не откатился и улетел. Слушай, так и сдохнут ножны. Давай-ка ты это. Назад. Эх, вот эта волна пошла. Надо хоть немножко энергии себе оставлять на откат, иначе... Иначе вот так вот будет. Кстати, у меня меч скоро сломается. Офигеть, достал вот этими ударами своими, ей-богу. Давайте еще, смотри, заюзаем. Как говорится, умирать все-таки тоже не хочется. А вот меч скоро помрет. Так, тут вроде все, да? Что? Интарная трава. Так, вот там наверх у нас ждет такая ловушка. Тут прыгал раньше. С этой стороны начинал один идти, один там прыгал, то есть. Сюда и назад. Или тут уже никого нет? Нет, смотри-ка, есть. Раз. Второй. Ой, третий. Четвертый! Эх, нихрена вас тут толпа повылазила. Вместо двоих тут теперь четверо? Ну, вы, благо, ватные. Раскидались неплохо. Так, что у нас тут теперь? Алибарда. Круто. Я, конечно, копье урочи больше всегда любил. Ну, алибарда по-своему крута. Интересно, у меня хватит силеночкой ее одеть. Ни хрена, 20 сил и 14 ловкости опупеть. Че тут мне там оружие-то хрена? А, это все сломанные мечи и короткие мечи. Все, я понял. Так, ну тут вроде бы все. Хорошо. Открываем сокращение. Так. Тут у нас ничего такого нет. Что у нас тут? Ты, братюнь. Ну, давай. Нормально. Здесь я тоже ничего такого не вижу. Большой кожаный щит. Так, вот это, наверное, уже поинтереснее. Большой кожаный щит. Не помню точно. Так. О, 90% впитывает. Полегче. Ну, короче, и полегче, и попрочнее. Вот это уже другое дело. Так. Надо, короче, кастрють и надо чиниться. Потому что этот меч у меня, в принципе, единственный. Более-менее адекватный. Говоря на то, что душу надо еще. О, огненная стрела. Так, там у нас идет спуск к боссу. Скорее, что я сейчас прям хочу сразу к нему идти. Потому что, как повторюсь, у меня меч присмертит. Да уж, в принципе, не столько жалко. Хотя на них можно сейчас реально там пару-тройку уровней поднять. И... Чтоб потом уже не мучиться. Чё-то такое. Чё-то где-то упало. Ладно. Эм... Давайте сгоняем Маджулу. А, у нас же еще осколок с эстусом есть. Так что, по-любому нужно Маджулу идти. Я так соскучился по этой игре. Правда. Да, я таскал осколок. Давай. Давай, делай меня сильнее. Хорошо. Так, новый уровень. Так. А что бы нам улучшить? Одну, наверное, на жизни. Ловкость 12 поставить. И одну... Так, стоп. Это у нас немножко не то. Вот жизни. Вот. Это у нас физическая выносливость. Но она, в принципе, и то, и то повышает. Все равно вещь нужна. Энергию надо одну. Вот так. Да. Я мог еще один уровень поднять. Не стал. Потому что мне сейчас еще нужно апгрейд делать. Ну, пока мы рядом. И кузнец тоже тут. Давай, 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 давай. Я понял тебя. Я рад. Так. Что у него можно, во-первых, купить? Можно купить длинный меч. 12. Так. Это не то. Колючий нам не подойдет. Прямой меч. Прямой у меня, в принципе, по-моему, есть. Копье. Кстати, можно даже надеть его. Я вообще очень люблю копья. Попробуйте, надеть его. У него, у него очень хорошая дальность у копья. Так, мне чуть-чуть не хватает там душ. Давайте сейчас заюзаем. Вот это вот. Так. Или не брать его. Я знаю, что оно потом еще где-то найдется. То есть, и... Можно реально пока сэкономить душу и не брать его. Усилить. 100-110 станет. Осколок титанита требуется. Я бы не сказал, что... Давайте на ресурсе-таки купим. Я что-то... Не знаю, почему, но хочу копье. Я знаю, что оно больше от ловкости, чем от силы. Да. Хорошо, хорошо. Так. Вместо тебя. Размашистый удар. Так, а в две руки? Хорош. Это спарта. Спартанцы, по-моему, с копьями были. Или с копьями. Так, давайте у меня осколки там есть. Давайте используем парочку. Я думаю, это должно хватить на один апгрейд хотя бы. Нет, не туда. Усилить. Да. Сколько требуется? 530 душ. Ну, прям. Тютелька в тютельку. Все. Все, пойдем с копьем. Так, что у нас? Три фляги с эстуса. Нормально. Итак, ну что. Давайте с вами сгоняем до босса. И я думаю, на сегодня это закончим. То есть, прям у нас такая неплохая продуктивная серия получилась. Все-таки Dark Souls 2. Блин, дополнения вот эти очень хочется посмотреть, потому что там говорят, боссы интересные. Правда, я слышал небольшие жалобы по поводу боссов, что, мол, там есть какой-то босс, который повторяется. Даже, наверное, по-моему, не один. Вот, а так, в принципе, в принципе, там все очень неплохо. Ну, по крайней мере, общая оценка на все три дополнения была здоровская. И контента там довольно-таки много. То есть, прям, езди позависать и поотрываться. Итак, пошли. Оп, ты. Ох, какой урон хороший, блин. Как я люблю копию, боже мой. Так, ну это нам не скоро откроется. Да, это... О, здесь можно кого-то вызвать? Кто это? Можно вызвать. Какой-то танк, судя по всему. Ну, давай. Я вообще не призываю никогда, собственно говоря, себе на помощь. Ну, что-то... Просто интересно, кто это? Даём мне Клоэд. Хм, прикольно. Поздоровался ты, смотри, а. Ну, и тебе не хворать. Погнали. Итак, первый босс у нас... Боже, как живо там. Последний гигант, по-моему. Да, последний оставшийся в живых, собственно говоря. Хотя, по факту, по-моему, нет, но... Ох, я помню первый раз, когда я этого босса увидел. Вот это я пересрал. Нет, сейчас... Уже я знаю этого босса, в принципе. Я помню его. В принципе, несложно, хотя вырубить, по-моему, с двух ударов может. А сейчас у нас какая-то помощь ещё есть. О, стартанул на меня сольбек. Тихо. Тихо. У нас хорошая дальность, так что... Ну да, жизни у него немного. Тихо. Давайте отойдём. Он вообще на него там просто агрится и всё. Просто подходите-то и бей его. Ну, это избиение, конечно. А, кстати, щит можно убрать, тут вообще не поможет. О, ох. Эх, второй удар всё равно цепанул. Ну чё, давай. На меня, не на меня. Да что ты. Ой-ёй-ёй. Всё равно цепанул. Те, забываешь, что у него два удара. Не-е-е, сейчас помню. Нормально. Всё равно цепляет, а? Проще сзади подходить, походу. Помним, помним. Вон, руку себе отрывает, по-моему. Так, давайте убежим. Дальность у него сейчас повысилась. Смотри, какой клёвый, а? Блин, при такой графике реально очень круто играть стало. Ну как, графика не скажешь, что прям стало шикарной, но... О, беда мужику прилетела. О, а теперь и мне прилетела. Да! Не-не-не-не, мужик. Тебе не светит. Но, мужик, смотрите, этот урон-то не наносит. Собственно говоря, его боевая задача, он только и делает, что агрит. Ну и всё. Вот и всё. Он только на себя агрит, ваша задача просто подходить и лупить. Это буквально, наверное, для ленивых или для тех, кто вообще действительно впервые столкнулся с серией Souls. Мужику тоже не успел сказать спасибо. Так, ну что. В принципе, было клёво. По крайней мере, новая обновлённая версия мне очень нравится. Так что, я думаю, прям стоит здесь позависать. По крайней мере, я дополнение хочу пройти сам по себе. Это прям 100%. Итак, ну что. Давайте на этом закончим. Спасибо всем, кто меня смотрит. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мою группу ВКонтакте. Давайте. Всем спасибо. Всем пока.